Северский трубный завод и компания в целом продолжают совершенствовать систему социального партнерства, поэтому ежегодно в Кулдоговоре появляются новые пункты и дополнения. В конце прошлого года было проведено шесть встреч с трудовыми коллективами, на которых поступило 66 предложений, касающихся единой системы оплаты труда, охраны труда и промышленной безопасности, гарантии занятости. На 17 вопросов получены ответы в рабочем порядке, приняты и внесены в коллективный договор 2023 года 27 предложений. Вошла дотация в 2023 год, вошли профсоюзные награды, то есть те награды, которые по представлению профсоюза даются человеку, то есть они будут записаны в трудовые книжки. Документ – это все, что сверх трудового кодекса. То есть все, что есть в нашем коллективном договоре – это все, что сверх трудового кодекса. И, конечно, мы дорожим каждым его пунктом и боремся за него, что-то отстаиваем его и пытаемся приумножить и добавить эти пункты. Договоримся с нашими социальными партнерами. Конкурсы профмастерства, санаторно-курортное оздоровление, контроль на рабочем питании, культурно-массовые мероприятия, работа комиссии по охране труда – это только часть пунктов, которые включает в себя коллективный договор Северского трубного завода. Один из важных и интересующих заводчан вопросов касался проекта реконструкции базы отдыха трубник. Работы, которые ведутся там сегодня, должны превратить этот объект в привлекательный комплекс. Сейчас идет модернизация главного корпуса. Там полностью обновляются все номера. Там меняется подход к питанию. Столовая обновляется. Вылечивается количество посадочных мест. Обновляются места отдыха. Инфраструктура меняется. Благоустраивается территория. Первый этап закончится к 30 июня текущего года. И первых гостей обновленный комплекс примет именно в июне. Для заводчан условия останутся тем же. Номера обновленного комплекса будут разделены на категорийность. Улучшены условия проживания в целом. Предполагается досуговая часть и оздоровительная для различных возрастов и категорий. Это, во-первых, должно привлечь еще больше отдыхающих. А во-вторых, даст возможность организации корпоративных мероприятий. Кроме отдыха на территории Полевского, работники Северского трубного завода и члены их семей могут поправить свое здоровье в иных санаториях Урала и курортной зоне Карачаева-Черкесии, Кисловодска, Краснодарского края. Детей-заводчан всегда ждут в загородном лагере «Городок Солнца». Здесь обновлены все корпуса. Созданы прекрасные условия для отдыха и оздоровления ребят. С этого года лагерь будет работать четыре смены. Мы пользуемся и материальной помощью, которую оказывает профсоюзный комитет, и санаторий и курортное лечение. Мы очень хорошо, я стараюсь донести до своих работников вообще содержание коллективного договора, чтобы они знали, пользовались, что есть такие возможности. Условия труда – это один из разделов колодоговора. Сюда входит как безопасность, так и комфорт пребывания на рабочем месте. В ряде бытовых в прошлом году был проведен ремонт душевых и столовых. Со слов управляющего директора, это должно стать традиционным и системным мероприятием. Задача руководства завода – постоянное совершенствование производства и забота о его работниках. Вся деятельность профсоюза – это защита прав и интересов трудящихся. Но наше сотрудничество нацелено именно на помощь каждому, на социальное обеспечение. И поэтому так много у нас программ, которые отражены в коллективном договоре, так много и все области задействованы, которые есть. Если взять коллективный договор и почитать, можно носить все обо всем. И очень много различных проектов и различных там нюансов. Для поддержания здоровья заводчан на территории предприятия работает лечебно-оздоровительный центр. За последний год здесь значительно улучшена материально-техническая база. Приобретено новое медицинское оборудование. Вот оптический томограф – это очень важное и давно ожидаемое нами приобретение. Это лазерный прибор, который помогает диагностировать все среды, все слои глаза. Он очень хорошо помогает устанавливать, например, дистрофические заболевания сетчатки, выявлять форму. Только на этом приборе можно установить форму этого заболевания. От этого зависит тактика лечения, ну и, соответственно, прогноз заболевания. Это только одна из новинок ЛОЦ. Техническое перевооружение прошло в кабинетах хирурга, травматолога, гинеколога, невролога. Обновки есть и на скорой помощи, и даже в регистратуре. О них мы подробно расскажем в других информационных сюжетах. А пока вернемся к теме сегодняшнего – подписания кол-договора. Документ, являющийся гарантом прав и обязанностей работников и работодателей, подписан. Как и в предыдущие годы, он предусматривает один из лучших социальных пакетов в отрасли и нацелен на формирование долгосрочного благополучия сотрудников и их семей. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.